Исполком утвердил архитектурные типы остановочных комплексов. В принятом чиновниками проекте предусмотрены три модели, разработанные с учетом расположения остановок. Кованый вариант «Марсель» предусмотрен в центральной части Одессы. Для спальных районов города предложены варианты «Отрада» и «Модуль», выполненные из стекла и более прочных материалов. Мы ищем варианты и способы для того, чтобы это сделать за внебюджетные средства. С теми, и у нас где-то это получается. Но в то же время мы сохраним эти остановочные комплексы за городом и предусматриваем все, что было так, как должно быть. Кроме того, Геннадий Труханов дал протокольное поручение ответственным службам провести мониторинг ситуации вокруг каждого остановочного комплекса города. В первую очередь, уделить внимание дорожному покрытию. То есть дорожное полотно перед остановочным комплексом, тротуар, где люди стоят в ожидании транспорта, практически так же по всему городу, места остановок, даже где есть остановки. Асфальта практически нет. Когда дождь, это лужи, подъезжает транспорт. Все, кто стоят на остановке, все в воде по колено. Поэтому промониторьте ситуацию районным администрациям, представителям районных администраций. Возьмите на контроль. В ходе заседания исполкома также был утвержден договор о долевом участии заказчика в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города при строительстве многоквартирного жилого дома с паркингом по улице Осипова, 40. Договор заключен между исполкомом горсовета и ООО «Консул Плаза». Решение об этом строительстве принималось еще во времена предыдущей администрации. И на заседании в четверг рассматривался лишь вопрос о долевом участии заказчика. Если бы предложение не было проголосовано, заказчик был бы освобожден от уплаты взноса. Вопрос был принят. И теперь бюджет города пополнится на несколько миллионов гривен.